Приветствую всех! Вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова. И в этом выпуске все немного забыли о стройке века в городе будущего Осман, в презентационном ролике которого некоторые увидели элементы плагиата. Та же анонсируемая мечеть уж сильно смахивает на Таджи Махал. Мы писали об этом в субботу в нашем телеграм-канале Апрель ТВ и в Инстаграме. Да, и как обычно делаются такие вещи, как привлечение инвестиций, грантов. Все должно проходить по закону через ратификацию в Джигурку Кенеши. В публичном доступе должны быть имена и компании инвесторов, суммы и условия предоставления этих сумм. Не так, как это происходит у нас. Ну а все, Осману официально дан старт. Посмотрим, что из этого выйдет и выйдет ли. Сейчас тема номер один – матчество. После отбивки на рекламу расскажу подробнее. В Кыргызстане разрешили брать матчество – тема номер один для обсуждения в Кейджи-сегменте. Порвало. А началось все с того, что два года назад известная в стране художница и писательница Алтын Капалова дала трем своим детям матчество – свое имя в качестве отчества. В ГРС одобрили, выдали документы, а потом передумали, опомнились и решили судиться. Женщина дошла до Конституционного суда, который поставил точку в этом деле. Решил, что по достижении 18-летия, то есть по достижении совершеннолетия, совершеннолетний гражданин может сам выбирать, возьмет ли он имя отца или матери. Кабинету министра внести соответствующие изменения в действующее правовое регулирование, направленное на восполнение правового пробела, обнаруженного в рамках проверки оспариваемых норм, заключающегося в отсутствии института матронима матчества и правовыбора гееспособного гражданина между отчеством и матчеством, что создает условия для нарушения принципов равенства и запрета дискриминации по признаку пола. Решение окончательное обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента провозглашения, то есть уже все, вступило, обязательно для всех госорганов, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц. То есть еще раз, если человеку исполнилось 18 лет, он совершеннолетний, он может сам выбрать, взять ли ему имя матери в качестве матчества или имя отца в качестве отчества. И все это благодаря Алтын-Копаловой, которая не сдалась. Два года судебных инстанций и вот победа пусть и частичная. Во время суда представители парламента Джугур Кукинеша, аппарата президента Министерства юстиции ГРС в микрофон говорили о том, что мои права не ущемляются, что я все придумала, что есть многовековые традиции, что нужно сохранить запрет на матчество. И я ничего не могла сделать, кроме того, как вспоминать о всех кейсах убитых жен, матерей, которые остались одни со своими проблемами. И что тут началось? Как говорят в таких случаях, общество разделилось. Кто-то поддержал и сказал, что это исторический день, и Алтын-Копалова большая молодец и сильная женщина, правильное решение в отношении тех отцов, от которых совсем нет пользы и которых, ну, совсем нет. Что вот отчество еще надо заслужить, надо быть хорошим отцом, хорошим отцам, нечего бояться, что ребенок потом не пожелает брать их имя. И вообще, это те самые равные права и в первую очередь возможность выбора для свершеннолетнего человека, который, повторяю, сможет сделать этот выбор по достижении совершеннолетия, то есть 18 лет. А кто-то грозится карами небесными, которые неминуемо последуют за покушение на традиционные ценности и нормы ислама. О май гад! А ничего, что по Конституции, высшему закону страны, мы светская страна, и религия так-то отделена от государства. Статья 9, пункт 1. В Кыргызской республике никакая религия не может быть установлена в качестве государственной или обязательной. Второе. Религия и все религиозные культы отделены от государства. Третье. Запрещается вмешательство религиозных объединений, священнослужителей и служителей культов в деятельность органов государственной власти. Второй день наблюдаю, как разрывает жопки у многих мужчин и не только от решения Конституционного суда о праве брать матчество вместо отчества. Уж простите, но особо разрывает, кажется, некоторых религиозных деятелей, якобы это прямая пропаганда ЛГБТ. Это не пропаганда ЛГБТ, это пропаганда для мужиков, чтобы оставались мужиками, если хотят, чтобы их же дети носили их имя. У нас в стране целые вагоны, маленькая тележка мудаков, которые никак не участвуют в жизни, воспитании и становлении ребенка. 16-летний ребенок сам решит, как ему заполнять одну графу в паспорте, никто никого не заставляет. И прикреплю это для тех, кто с клюнями брызгает о том, что имя матери в паспорте – это пропаганда чего-то плохого. Иса Айбн Марьям, Иса Сын Марьям. Тут очень неожиданное решение. Отныне можно и мачество получать. Отдельные критики этого решения Конституционного суда говорят, что это плохо повлияет на семейные ценности. Но слушайте, когда мы уважали семейные ценности, наши ценности иногда смахивают на унижение женщин в семье. Сколько раз их убивали и насиловали. Кто помнит справедливый приговор, когда насиловали 10 лет, а дела так тянули, что сама заявительница покончила с собой? Убивали Айзаду и Бурулай, почему эти ценности их не спасли? Но нам они нужны. Вас как будто заставили всех мачество взять. Это право, закрепленное за совершеннолетним. Что за синдром вечно лезть в личную жизнь человека? Как хочет, так пусть и называет себя. Вам какое дело? Никак не могу понять, почему решение судебной коллегии Конституционного суда о том, что любой совершеннолетний кыргызстанец может взять мачество вместо отчества, вызвало столько негатива. Более-менее понятный аргумент непривычно. Давно замечено. Привычка свыше нам дана. Замена счастью она. Чем это потенциальное право выбора мешает хоть кому-то? А в целом для меня это история того, как один человек при правильной поддержке сумел изменить систему. И это очень меня вдохновляет. А на фото Эрих Мария Ремарк. При рождении его назвали Эрих Пауль Ремарк. После смерти матери сменил второе имя в память о ней. Разрешение мачества не наносит урона традициям и историческим устоям. Сделал заявление Конституционный суд. Указал, что права ребенка первостепенные и что, цитирую, нахождение ребенка с мачеством в традиционном обществе может повлечь за собой применение в отношении него различного рода стигм и травли. Поэтому только с 18 лет можно. То есть с момента приобретения способности объективно оценивать и адекватно реагировать на существующую действительность и полностью отвечать за свои поступки гражданин, который по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедием, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени, он должен иметь право выбора между отчеством и мачеством. В числе тех, кто выступил против, госсекретарь Кыргызской республики Сюенбек Космамбетов говорит, род продолжается только по линии отца. Что же делать тем, у кого нет отца? Или он, ну, такой себе, что лучше бы и не было? Не сказал. Против выступил также некий Акджол Тойту Кунов, бывший чиновник в инэкономике, выступавший против концерта Моргенштерна в Бишкеке, потому что имя того переводится как «Утренняя звезда», а это созвучно Люциферу. Ах, Челпон Бекки и Венера вышли с чата. Теперь Ту Кунов требует отправить в отставку главу Конституционного суда. За что? За то, что этот самый суд вынес решение, соответствующее Конституции, основному закону страны, по которому мужчина и женщина у нас равны. Статья 24. В Кыргызской республике мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. В комментариях Акджол Тойту Кунову, возмущенного решением суда, оставили фото 15-летней девочки, забеременевшей в 14 лет в результате насильственных действий. Подозреваемый в изнасиловании находится под так называемым домашним арестом, к ответственности не привлечен. Девочка с двухнедельным малышом, ей приходится просить милостыню, чтобы суметь прокормить себя и ребенка. И что спрашивают в комментариях? В документах ребенка должно быть написано имя насильника? Утро понедельника и новый экшн-фильм от ГКНБ. Ну, чтобы не скучали. Задержание в спортзале Аша. Двое мужчин подозреваются в вымогательстве денег у жителя Карасуйского района. По версии ГКНБ, угрожая физической расправой, они требовали выплачивать ежемесячно им по 15 тысяч сомов. Подозреваемый в организации преступной группы подворен в ИВС. Идет следствие. А это кадры из другого экшн-фильма ГКНБ. Серия задержания директора 61-й школы Юрия Низовского. Август прошлого года. ГКНБ тогда сообщал, что Низовский подозревается во взяточничестве за помощь в зачислении детей в первый класс и детсады, а за ним и его близкими родственниками числятся более 35 единиц движимого и недвижимого имущества, земельные участки, коттеджи, магазины, автомобили, дома, квартиры, оценочная стоимость которых составляет порядка 150 миллионов сомов. Отпустили под домашний арест едва ли не в тот же день. Дело переквалифицировали с коррупцией на злоупотребление должностным положением. А был ли мальчик? А по итогу и вовсе приговорили к выплате штрафа в размере 50 тысяч сомов, признав виновным по статье незаконное получение вознаграждения служащим. МВД тоже будет не отстать от ГКНБ по части задержания. В пятницу на ночь глядя сотрудники МВД погрузили активиста он дуруша Токтенасырова и увезли в неизвестном направлении. Писали в соцсетях, после поднявшегося шума стало известно, что это его так на допрос пригласили. В ходе мониторинга интернет-пространства Токтенасыров через свой аккаунт в социальной сети Facebook распространяет посты, направленные на возбуждение расовой национальной вражды, унижение национального достоинства. В целях полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела и для обнаружения возможных вещественных доказательств необходимо незамедлительно изъять сотовый телефон Токтенасырова марки Nokia синего цвета. Активиста подозревают в возбуждении расовой, этническо-национальной, религиозной и межрегиональной вражды за пост в Facebook. Официально, неофициально удурую, что Токтенасыров один из тех, кто принимает активное участие в отстаивании свободы слова в стране, подчас позволяя себе довольно смелые высказывания. Завтра ему опять на допрос. Его одиночные пикеты это мужество, справедливость и остроумие. Однозначно он враг всему отсталому, коррупционному, авторитарному и незаконному. Именно поэтому его пытаются заткнуть, возбудив уголовное дело. Мы прекрасно понимаем, что сегодня любое свободное выражение своих мыслей – это гвоздь в крышку гроба авторитаризма. Нас не запугать, и мы не оставим Мундуру Шабайке один на один с репрессивной машиной. Видео снято на марше против Конституции 14 февраля 2021 года. Чтобы в нашем Кыргызстане было стабильность, развитие, спокойствие, вы давайте, одумайтесь, пожалуйста. Вы не президент. Сложите, пока не будет. Сложите свою полномочию. Заводить дело за посты в Фейсбуке, за выражение гражданской позиции еще пару лет назад – это казалось чем-то нереальным. Сегодня, к сожалению, уже не кажется. Не первый случай. Но всех коррупционеров же уже победили. От синдрома бедности избавили, и стратосферу покорили. А осенью парламентарии вернутся с каникул, примут закон об иноагентах, скорее всего. И вообще красота настанет. К слову, о законопроектах, уже нанесших хрон свободе слова в Кыргызстане. Помните эту женщину? Фейк – это зло, это ложь! Гульшат Асылбаева, депутат Джигару Кукинеша, прошлого созыва. Инициатор того самого закона о цензуре в интернете официально он называется «О защите от недостоверной информации». Ну так вот, журналисты заметили Асылбаеву в визовом центре посольства Швейцарии и обратились к послу Швейцарии с просьбой не выдавать ешенгенскую визу. Мы считаем недопустимым, что чиновники и депутаты, инициируя подобного рода законопроекты, которые ограничивают права на свободу слова, мнений, объединения не только граждан Кыргызской республики, но и иностранцев, в то же время не отказывают себе в посещении ваших стран, открытии бизнеса, приобретении недвижимости, а также отправляют на обучение, отдых для постоянного проживания своих детей и близких. В своем обращении руководители ряда СМИ отмечают, что принятие закона Гульшат Асылбаева стала одной из причин резкого снижения Кыргызстана в рейтинге по уровню свободы слова и нарушила равенство сторон и соразмерность наказания. Блокировка сайтов Азотека, Республика и частичная блокировка А24КИДЖИ тому подтверждение. Национальный банк временно разрешил коммерческим банкам вывозить наличные доллары за пределы страны в обмен на безналичные не более 10% от среднедневного объема наличных долларов в этих банках. На сайте Национального банка есть подробненько это все. Разрешение будет действовать до 15 сентября, при этом физлицам все еще запрещено вывозить доллары, если сумма превышает 10 тысяч для граждан Кыргызстана и 5 тысяч для неграждан. Ну и новость для тех, кто ищет работу. В Тазалык требуются грузчики зарплата от 40 до 50 тысяч сомов. Такие вот не новости. А новости читайте в нашем телеграм-канале Апрель ТВ, а также на наших страничках в Фейсбуке и Инстаграме. Всем добра, пока!